Всем привет, ребята, с вами снова Ириска, и сегодня я бы хотела ответить на те вопросы, которые вы мне задали под одним из моих видео. Ну что ж, давайте начнем. И да, возможно, в видео я отвечу не на все вопросы, потому что видео тогда будет длиться, ну, минут полчаса, может быть, минут 20, пока я объясню все вопросы, так что прошу не обижаться. Первый вопрос, который я выбыла, это был вопрос от Кейт Кэт. Как жизнь? Пока все хорошо. Печенька или маффин? Печенька. Какие оценки в триместре? Мы учимся не по триместрам, а в четвертях, у меня четверки пока что и пятерки. Какао или кофе? Какао, кофе не пью. Когда покажешь лицо? Ну, если вы прям сильно попросите, то, возможно, я покажу, но это не точно. Следующий вопрос у нас от пользователя Живи в деревне. Как быстро качаешься в Вилдкрафте? Ну, в Вилдкрафте я качаю примерно 2-5 уровней в день. Сколько лет? Мне 12 лет. Кого больше любишь? Кошек, собак, конфеты, печеньки? Кошек и печеньки. Будешь, Даша? Ну, конечно, ты что спрашиваешь-то? Какой любимый цвет? Зеленый и желтый. Будут ли стримы выходить чаще? Если да, то когда? Насчет стримов обещать не могу, потому что, как бы, я свое расписание на каникулах точно не знаю. И когда у меня есть свободное время и мне скучно, я запускаю стримы. Что любишь больше, бутерброд или Дошик? Что за глупый вопрос? Конечно, Дошик. Когда и в какое время будут выходить видео? Всегда по-разному, но обычно 3-4 раза в неделю. Я стараюсь часто выпускать видео, чтобы не забрасывать канал. Далее у нас идет сама Эмили Сноу. Сколько тебе лет? Я уже говорила, мне 12. Есть брат и сестра. Есть две двоюродные сестры, которые старше меня чуть ли не на 10 лет. Какая твоя мечта? У меня их слишком много. Если я их буду перечислять, видео будет длиться 1 час. С какого класса в школе планируешь уйти? И сколько всего у вас классов? Ну, у нас как бы три здания. Одно из них с первого по девятое, второе не знаю, и в третьем, который учусь я, с пятого по одиннадцатый. И я как бы планирую в одиннадцатом классе, соответственно, уйти. Как закончила год? У тебя хорошее зрение? К моему и к вашему удивлению идеальное. Следующий у нас идет мой любимый человечек. Итак, как дела? В каком городе живешь? Я живу в Москве. Есть интернет-друзья. Парочка, кучка там какая-то есть. Есть хобби. Рисование, рисование, рисование. Каких животных любишь? Семейство кошачьих? Еще люблю динозавров. Вот. Я или Дошик? Ты или Дошик? Боишься чего-либо? На самом деле у меня очень много фобий. Например, архнофобия. Это боязнь пауков. Что думала, когда создавала канал? Ничего. Потому что мы один раз с подругой ради прикола решили снять видео, и я его выложила на YouTube, с тех пор пошла моя карьера. Покажешь свои первые ролики на канале? Я только псих, что когда мне набиралось больше 200 подписчиков, я удалила все свои видео, и я теперь копаюсь в файлах уже второй день. Я нашла там парочку видео, если вы, конечно, так хотите, я могу тебе, тебе вам показать их. Следующая печенька у нас World Music Hero. Сколько мистиков? У меня есть все, кроме вот этих. Любишь животных? Ну, конечно, я думаю, по мне видно. Какие питомцы, и есть ли они вообще у тебя? Вот что, какое чудо у меня живет дома. Эй, рыжий, 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 в камеру посмотри. Кс-кс-кс-кс. Что ты тут ухо доводишь в камеру, сказала, посмотри? Ну, короче, вот эта вот рыжая скотина живет у меня дома. Какой любимый зверь? Мой братан Тигр. Какой любимый динозавр? Ммм, дай подумать, наверное, стегозавр. Теперь, Петка, Кванити. Пирог или торт? Пирог, потому что они бывают с ягодами, а я люблю пироги с ягодами. Кто Лэпэ? Перейдите мне, пожалуйста, я слишком осталый человек. Когда покажешь лицо? Ну, зависит от времени, когда вы захотите, я покажу, но это не точно, как я это уже говорила. Дальше у нас соус джем. Надеюсь, правильно прочитала. Как зовут? Меня зовут Маша. Что любишь кушать? Все подряд. Когда ДР. 3 апреля. Будешь снимать Кантри Хуманс в джеме? Ну, я не очень люблю Кантри Хуманс, и причем я не хочу плагиатить у Звездной Молчицы, потому что она уже снимает коммунистику, а как я поняла, это типа Кантри Хуманс. Далее у нас Космоболк 17. Когда родилась? Я родилась 3 апреля, это я тоже говорила. Какие меми тебе больше всего нравятся? Скорее всего, мне нравится Дименшн меми, Дримс меми, ну и, наверное, все. Джем запустился? Ну, нет, он не запустился, мне просто там уже нечего делать, нечего снимать, вот. Если вы хотите, чтобы он появился, снова пишите в комментариях хэштег джем живи. Запишешь видео с голосом? Ну, да, как бы, вот, у меня еще стримы с голосом. Питомец есть? Да, я уже показывала своего кота. Друг подруга по ютубу? Ну, я говорю, у меня есть какая-то кучка, а у меня лучших друзей по ютубу нету, только в реальности. В каком классе учишься? Перехожу в шестой. Лиса или волк? Волк. Добавишь джеми в друзья, добавлю джеми в друзья. Ну, и будем завершать на вопросах от Остроглазки Мяу. Тоже правильно. Итак, смотришь ли ты волкрафт ютуберов? Если да, то кто твой фаворит? Ну, у меня нету фаворита, я просто смотрю так всех подряд. Если ты смотришь, то тебя не бесит просто лисичка. Нравится ли тебе Олен Л. Си? Ну, Олен Л. Си, я вообще понятия не имею, кто это. Просто лисичка, ну, она как-то, я к ней нейтрально отношусь, я, конечно, на нее подписана, но мне как-то все равно, чем она занимается. Будешь ли ты записывать не только волкрафт и джем, как основная тема канала, но и другие игры по типу The Wolf и так далее? Вот я, кстати, об этом думала, и я бы хотела вас спросить, какие игры вам нравятся, и скоро я устрою об этом голосование в сообществе, так что не пропустите. Если ты не против, ты можешь сказать, как закончила учебу. Ну, об этом я буду долго рассказывать, ты лучше почитай, ты лучше почитай, точнее посмотри ответ у Эмили Сноу. Как ты относишься к своей аудитории? Если мы будем лезть с критикой, ты будешь психовать и обзывать нас зверями, как лисичка. Я не думаю то, что я буду психовать, потому что, как бы, мне иногда нужны советы от других, только не хейтерство, а критика. Критики — это когда плюсы и минусы, поэтому мне бы не помешала даже какая-нибудь маленькая критика, но не обзывать мой канал там говном или еще чего-нибудь. Но зверями я вас точно никогда не назову, я не знаю, что должно со мной случиться, потому что это какое-то, я не знаю, живодерство. Есть ли у тебя моменты, когда все задолбало и хотелось кинуть канал, забить на все? И если было, то что тебе помогало выйти из этого состояния? Что ж, у меня были такие моменты. Помню, то ли в начале марта, то ли где-то в феврале, мне очень надоело снимать видео, у меня тогда, конечно, по-моему, уже начали набираться подписчики, но я вообще просто хотела на все забить, мне было лень делать видео, и я просто уже хотела уйти. Но я в последний момент остановилась, и вот теперь мы с вами ближемся к 4000. Есть ли ты в ВКонтакте, Инстите, Одноклассниках и так далее? Есть ли в ВК? Хочу добавиться. Да, я есть ВКонтакте, я в следующем видео дам вам обязательно ссылку, только напомните мне, а то я забуду. И еще у меня в Тинстане, я там почти не занимаюсь, я только смотрю мемы и котиков. И Одноклассников у меня нету, но и остальными сетями я какой-то сейчас зарегистрирована. Так что Ютуб, Инстаграм, ВКонтакте, это все, что у меня есть. Есть у тебя планы на продвижение канала? Допустим, перевести его на клипы и сериалики. Ну, как бы я пока буду снимать то, что вам нравится. Ну, может, когда-нибудь, через пару миллиардов лет, я перейду на влоги, и потихонечку буду развивать канал в другую сторону, но постараюсь, конечно, тоже не забывать Вилдкрафт и Энимал Джамм, но до влогов нам еще очень далеко, поэтому пока буду смотреть Вилдкрафт, Энимал Джамм и, возможно, какие-нибудь другие игры. Что именно ты в нас ценишь? Может, юмор или поддержка, или просто то, что мы на есть, наверное, есть просто. Ну, во-первых, мне нравится то, что вы меня всегда поддерживаете в трудную минуту, и когда у меня появляются хейтеры, то вы сразу как бы встаете за меня, мне это очень приятно, и я вам хотела сказать большое спасибо, что вы у меня есть такие хорошие подписчики. Что им... Ой. Было ли то, что кто-то, в кого ты очень верила, предавал тебя? Были ли те случаи? Я как-то рассказывала своим друзьям в Энимал Джамм. Ну, короче, меня один раз предавали в реальной жизни, за то, что это чуть мою психику не спорчило, чуть ли в психушку не легло. Мы там спотсорились с подругами. И во втором случае, то, что у меня лучшая подруга, которая у меня была, ее имя Дикий Милый Волк в Энимал Джамм, она у меня украла довольно ценную вещь, когда я тогда была богатая. Это было все, что у меня была эта вещь. Вот. Я думаю, на этом нам стоит закончить. Я прошу не обижаться, что вашего вопроса не было, потому что у нас еще будут таски, еще будут конкурсы, вот, и приношу свои изменения. Ну, а так, спасибо еще раз за просмотр, и всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok